Всем привет! Бруней, государство. Султанат. В Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан. Омывается Южно-Китайским морем. Граничит с Малайзией. Площадь 5,8 тысяча. КМ. Численность населения, 464-478. Столица Бандар-Сири-Бегаван. Входит в Содружество Наций. Этимология. Бруней был основан Аван-Калакбе-Татаром, который в 1363 году принял ислам и стал первым султаном Брунея под именем Мухаммад-Шах. Согласно легенде, Аван-Калакбе-Татар во время путешествия открыл устье ранее неизвестной реки и воскликнул Баране. Обычно переводится как «здесь». Откуда и произошло название реки, а в последующем – Султаната. В последующем название трансформировалось в Баранай, возможно, под влиянием санскритского слова Варум. Которая означает либо океан, либо мифологического владыку океана. В полном названии страны – Нигара Бруней Дарусалам. Дарусалам означает обитель мира, в то время как Нигара означает страна на малайском языке. На Западе султанат Бруней стал известен в XVI веке, в частности, в своих записках примерно 1550 года итальянский путешественник Лодовикова Артема писал. Мы прибыли на остров Борней. Бруней или Барнеа. Который находится на расстоянии около 200 миль от Малыч, и обнаружили, что он несколько больше, чем вышеупомянутый и гораздо ниже. Местное население, язычники и люди доброй воли. Их цвет белее, чем у другого рода. На этом острове хорошо организовано правосудие. Физико-географическая характеристика. Географическое положение. Бруней расположен в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан и состоит из двух отдельных областей, разделенных приблизительно 30-километровым участком малайзийской территории. На севере омывается Южно-Китайским морем. Морское побережье неоднородно, на северо-востоке находится бухта Бруней со множеством островов, на западе преобладает песчаный пологий берег. Рельеф и геологическое строение. Западный Бруней, холмистая низменность, на юге располагаются предгорье. Восточная часть состоит из прибрежной равнины, которая сильно заболочена. Самая высокая точка, гора Букит-Паган, 1850 метров. Водные ресурсы. В стране нет крупных озер и рек. Среди озер среднего размера, Мюринбун, являющиеся составной частью одноименного заповедника дикой природы. Реки Бруней, Тудонг, Тимбуронг и Билайк текут с холмов южной части страны на север, впадая в Южно-Китайское море. Климат. Климат влажный, экваториальный. Подвержен сильному воздействию мусонов из акватории Южно-Китайского моря. Бывают землетрясения. Небольшие реки стекают с возвышенностей холмов на север к морю. Температура воздуха в течение всего года колеблется около 26 градусов. Более 75% территории покрыто влажными тропическими лесами. Также в полосе прилива на побережье Брунея распространены мангры. Первые государства на территории Брунея были созданы малайцами в конце первого тысячелетия до нашей эры. В начале нашей эры территории современного Брунея стали одним из центров международной торговли. В китайских хрониках шесть вивеков упоминается под названием Поло, Пали Бунлай. В 14 веке государственной религией Брунея стал ислам. В 16 веке Бруней представлял собой могущественное феодальное государство, занимавшее значительную часть острова Борнея и некоторые соседние острова. Таким его увидели моряки экспедиции Фернандо Магеллана, чьи корабли побывали здесь в 1522 году. В 1839 году находившийся на службе султана британский авантюрист Джеймс Брук подавил восстание до Яков, угрожавшее положению султана, и получил от него в подарок за услугу земли на севере страны. Саровак. И титул Раджи. Династия Белых Раджей. Бруков. Правила там до Второй мировой войны, во время которой территория Саровака была оккупирована Японией. После окончания войны Саровак перешел в непосредственное подчинение британской короны, а в 1962 году вошел в состав Малайзии. В 1888 году весь Бруней стал британским протекторатом. В 1959 году после ряда восстаний Великобритания предоставила Брунею автономию в вопросах внутреннего самоуправления. Планировалось вхождение Брунея в состав Малайзии в 1962 году, однако восстание под руководством Народной партии Брунея. Энп. сорвало эти планы. Восстание было жестоко подавлено британскими войсками. Султан, которого британцы подозревали в симпатиях к Энп, впоследствии вынужден был отречься от престола в пользу своего сына. 1 января 1984 года была провозглашена полная независимость. В 1992 году была принята концепция Малайская Исламская Монархия. Султан Хасанал Болкиах проводит политику осторожной модернизации общества. Брунея имеет дипломатические отношения с Россией с 1 октября 1991 года. Государственный строй Султан Брунея Хасанал Болкиах Форма правления в Брунея – абсолютная теократическая монархия с некоторыми внешними признаками конституционной монархии. Политический режим обладает патриархально-авторитарной формой. Глава государства и правительства – Султан. Он же является министром обороны, а также религиозным лидером мусульман страны. Правительство состоит в основном из его близких родственников. После того как в 1962 году В связи с попыткой вооруженного восстания в Брунея было введено чрезвычайное положение и распущен законодательный совет, Султан практически единолично управляет страной посредством своих декретов. Чрезвычайное положение продлевается Султаном каждые два года. Совещательные органы при монархии обладают ограниченными правами. Султан лично назначает членов Тайного Совета, Религиозного Совета и Совета по Наследованию. Трона. А с 1970 года. И Законодательного Совета. Политические партии. Брунейская национальная объединенная партия – единственная политическая организация в стране. Поддерживает монархию. Создана в 1986 году. Культура. Основная статья. Культура Брунея. Вооруженные силы и полиция. Основная статья. Вооруженные силы Брунея. Королевские вооруженные силы Брунея состоят из Сухопутных сил, три пехотных батальона и батальон поддержки. Военно-воздушных сил, три вертолетные эскадрильи, один эскадрилья транспортных самолетов, подразделения ПВО, технические и вспомогательные подразделения. Военно-морского флота, три ракетных катера, три патрульных катера, два амфибии, два десантных катера, 17 малых речных катеров. Кроме того, имеется резервное подразделение Гуркхов, из ветеранов Британской армии. Выполняет функции личной охраны султана и охраны нефтяных объектов. Подчинено Министерству внутренних дел Брунея. Внешняя политика и международные отношения. Основная статья. Внешняя политика Брунея. Бруней присоединился к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. ОСЕАН. 7 января 1984 года, через шесть дней после возобновления полной независимости, и с тех пор его членство в ОСЕАН является приоритетом во внешней политике. Бруней присоединился к Организации Объединенных Наций в сентябре 1984 года. Он также является членом Организации Исламского Сотрудничества, АИК, Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества, АТЭС, и Содружества Наций. В Брунея состоялась встреча экономических лидеров АТЭС в ноябре 2000 года. В 2005 году его делегация приняла участие в инаугуро-цейонном восточноазиатском саммите. Административное деление. Основная статья. Административное деление Брунея. Административное деление Брунея. Бруней разделен на четыре округа, называемых Дайора. Билайт. Бруней Муара. Тембуронг. Тутанг. Округ Тембуронг отделен территорией Малайзии от других округов. Зал прибытия Международный аэропорт Брунея. Округа разделены на более мелкие районы, называемые Муким. Население. Возрастно-половая пирамида населения Брунея на 2020 год. Численность населения – 464 478 человек. Годовой прирост – 1,51%. Средняя продолжительность жизни – 75,5 года у мужчин. 80,4 лет у женщин. Этнический состав. Малайцы – 66%. Родственные им этнические группы – Килайаны, Ибаны, Миланао, Дусуны, Муруты, Даяки и другие. 8% – живут также китайцы, 11% – европейцы, индийцы и другие. Официальный язык – Малайский, распространены также английский и китайский языки. Грамотность – 98,1% мужчин. 93,4% женщин. По данным на 2018 год. Городское население – 78,3%. Плотность населения – 80,57 человек, км. Заселен Бруней неравномерно. 1,2 населения живет в столице, другая значительная часть сосредоточена в районе нефтяных промыслов. Религия. Мечеть Амара Али Сайфудина. Официальная религия, Ислам – 78,8% населения. 8,7% – христиане. В основном протестанты и католики. 7,8% – буддисты. 4,7% – другие. В основном аборигенные культы. В Бруней официально зарегистрировано 110 мечетей, шесть христианских церквей, три китайских храма и один индуистский храм. С конца 1980-х годов в стране действовала концепция Милаю-Ислам-Бераджа. Малайская исламская монархия, которая предусматривала уважение и равные права всех конфессий на территории страны, но с доминирующей ролью ислама. В 2013 году, в связи с принятием султаном Брунея Хасанал-Болкия шариатской уголовно-правовой системы, проповедь неисламских религий мусульманам либо атеистам запрещена. Нарушение данного указа грозит штрафом в 20 тысяч долларов. И тюремным заключением на пять лет. 1 мая 2014 года Бруней стал шариатской страной. Вместе с этим были приняты новые законы, позволяющие приговаривать к смертной казни за гомосексуализм и пороть женщин за попытку сделать аборт. Из христианских конфессий в основном распространены протестантизм и католицизм. Конфуцианство и даосизм распространены в китайских общинах. Экономика Бруней, развивающееся государство, экспортер нефти. Одно из самых богатых и обеспеченных государств мира. За богатство жителей и султана страну называют «Исламский Диснейленд». Благодаря богатым запасам нефти и газа Бруней занимает одно из первых мест в Азии по уровню жизни. ВНП на душу населения в 2009 году, 50,1 тысячи долларов. Девятое место в мире. 40% работающих здесь, рабочие из соседних стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Бруней имеет богатые месторождения нефти и природного газа Сириа и Муара на шельфе Южно-Китайского моря. Основу экономики государства составляют добыча и переработка нефти свыше 10 миллионов Т в год и газа свыше 12 миллиард метров, экспорт которых дает более 90% валютных поступлений, 60% ВНП. По производству жиженного газа Бруней занимает четвертое место в мире, на территории страны действует завод по жижению газа, который вывозится газовозами в Японию и другие страны. Часть нефти и газа перерабатывается на заводах соседнего Саровака. Малайзия. В стране развита целлюлозно-бумажная промышленность, производство минеральных удобрений, стройматериалов, ведется заготовка и переработка древесины. В Бруне выращивают рис, кукурузу, кокосовые и саговые пальмы, бананы, ямс, пряности, батат, касаву, какао-бобы, кофе. Кустарные промыслы. Золотое и серебряное шитье, изготовление ювелирных изделий и бронзовых сувенирных пушек. Сельское хозяйство, 4,2% рабочей силы, 0,7% ВВП. Развито слабо, 80% продуктов питания Бруне импортируют. В Бруне культивируется рис, овощи, фрукты, разводятся куры, буйволы, козы. Правительство предпринимает меры по диверсификации экономики, стимулируя развитие банковских и других финансовых институтов и стремясь привлечь в страну туристов. Внешняя торговля. Экспорт 5,885 миллиард долларов. В 2017 году. Сырая нефть, природный газ, одежда. Основные покупатели. Япония, 27,8%, Южная Корея, 12,4%, Таиланд, 11,5%, Малайзия, 11,3%, Индия, 9,3%, Сингапур, 7,7%, Швейцария, 5%, Китай, 4,7%. Импорт 2,998 тысячных миллиард долларов. В 2017 году. Промышленная продукция, потребительские товары, продовольствие. Основные поставщики. Китай, 19,8%, Сингапур, 19%, Малайзия, 18,8%, США, 9,2%, Германия, 5,9%, Япония, 4,1%, Великобритания, 4%. Туризм. Интернет. Согласно данным им, количество интернет-пользователей в стране составляет 318 тысяч 900 человек. 2010. Проникновение интернета, 80,7%. В системе средств массовой информации компания радио и телевидения Брунея РТП, радио-телевизайн Брунай РТП, контролируемое государством. Телевизионные передачи в цвете осуществляются с 1975 года. Система ПЭЛ-625. И ведутся на малайском и английском языках с 6 часов утра и до полуночи и дольше. Передачи принимаются на пятом канале в Брунеймуаре, Тутанге и Тимбуронге и на восьмом канале, в Билайте. Некоторые бронейские программы можно смотреть и через спутник в течение 7 часов, начиная с 15,00 по бронейскому времени. Соотношение местных и зарубежных программ 35-65. Около 75% закупаемых за рубежом программ приходится на США, остальные – на Англию, Австралию и страны Асиан. Некоторые местные программы, документальные фильмы, завоевывали международные призы, в частности Хосо Банка Фаундейшн Аворбс. Завершение спутниковых станций в Телисеев 1979 и 1983 ГГ, не только улучшило и расширило телекоммуникационные службы, но и способствовало быстрой передаче новостных передач. С целью расширить источники поступления новостей РТП принимает участие в обмене программ по линии Асиависион, организованного Asia Broadcasting Union. РТП получает также видеоматериалы от Апитн, Реатерс, Апи и Виснюс. В стране 329 000 радиоприемников и 201 000 телевизоров, практически все население смотрит передачи РТП. Первые радиопередачи осуществлены в мае 1957 год. Тогда их продолжительность не превышала двух часов. В настоящее время существуют две радиопрограммы. Одна ведет передачи на малайском языке, а другая, на английском, китайском и Непале общей продолжительностью 30 часов. В районе Куала-Билайта можно принимать передачи радиостанций британских вооруженных сил. Большинство передач на малайском языке, собственного производства, а на английском языке, продукции BBC. С 2001 года. Некоторые радиопрограммы доступны через интернет. www.rtp.gov.bn Имеются две системы спутникового телевидения, позволяющие смотреть программы на 28 каналах, включая Cable News Network, BBC World News и несколько развлекательных и спортивных передач. На территории Брунея принимаются также три канала телевидения соседней Малайзии. Пресса. В стране четыре частных ежедневных газеты. Две на английском языке Борнеа Буллетин. Борнио Буллетон. Ньюс Экспресс. Ньюс Экспресс. И две на малайском Медиа Пермата. Медиа Пермата. Хариан Экспресс. Хариан Экспресс. Освещающие внутренние и международные события. Правительство издает еженедельную газету на малайском языке Пелита Бруней. Журналы, главным образом, развлекательного характера. Регал. Ригал. Мухибах. Махиба, мал. Дружба, принадлежит авиакомпании Royal Brunei Airlines. Мутиара. Матиара, мал. Жемчужина. Кроме того, распространяются некоторые иностранные газеты и журналы. Представительство в Брунеи имеют International Times. 55 тысяч. Эк. Агентство Синьхо. КНР. Бюллетень тиражом 7,5 тысяча. Эк. Газета Мири и Дейли. 23 тысяча. Эк. В Брунеи нет закона о прессе. Деятельность средств печати подпадает под акт о газетах. Глава 105. И акт о нежелательных публикациях. Глава 25. Работа телевидения регламентируется актом 1997 год. Об электронных СМИ. Спорт. В Брунеи развиты различные виды спорта. Вопросами спорта ведает Министерство культуры, по делам молодежи и спорта. Широкое распространение получили футбол, теннис, бадминтон, гольф, настольный теннис, сквош. Играв мяч специальными ракетками. Хоккей на траве, плавание, легкая атлетика, снукер, виндсерфинг, боулинг. Культивируются национальные виды спорта, в частности, малайский волейбол. Сипак-такрау. Местный вид боевых искусств Силат, волчок. Гасинг. Перетягивание каната. Тарик-калат. Из настольных национальных игр следует отметить Чанкак и Майн Пасинг. Принимаются меры по сохранению и развитию детских традиционных игр. Риди. Игра с ротаном. Симбан. В камешке. Майн Пасек. С резиновыми кольцами. С 1987 года. В Олимпийский день 23 июня проводятся массовые забеги от двух до десяти километров, в том числе инвалидов в колясках. С 1993 года. С периодичностью раз в два года проводятся национальные спартакиады. Песта Сакан Капанксаан. В Олимпийском движении представлен с 1996 года. Олимпийские игры в Атланте. Регулярно участвуют в Азиатских играх, играх Юго-Восточной Азии и Арафурских играх. Лучшие достижения последнего времени. 1997. Игры Юго-Восточной Азии, Джакарта. Две серебряных и восемь бронзовых медалей. 1998. Азиатские игры Бангкок. Одна бронзовая медаль. 1999. Игры Юго-Восточной Азии, Бандар-Сири Бегаван. 48 медалей, в том числе шесть золотых. Одна по боулингу. Пенгеран Хаджи Тингах бин Пенгеран Таджудин. Иппять по силату. Авангку Мохт. Шахипол Радин бин Пенгеран Хаджи Таджудин. Даянг Сузана бин Тешахпери, Пенгеран Хаджи Матали бин Пенгеран Хаджи Эмдэ. Дауд, Пенгеран Хаджи Мохт. Юсуф бин Пенгеран Хаджи Эмдэ. Дауд, Авангку Хаджи Мохт. Руди во сне Эйкей. Хаджа Мохт. Бин Пенгеран Хаджи Эмдэ. Даут. 2000. Чемпионат мира по Пенчак-Силату, Джакарта. 7 бронзовых медалей. 2001. 9 азиатские юношеские игры, Бандар-Сири-Бегаван. 1 бронзовая медаль в беге с барьерами на 3000 метров. Нора-Рифин-Хаджи-Бахрин. 2001. Чемпионат Борнеа по перетягиванию каната Тарик-Калат. Кубок наследного принца. С 1985 года. Бруней участвует в розыгрыше Кубка Малайзии по футболу, причем в 1999 году. Стал победителем Кубка, обыграв в финале команду Саровака со счетом 2-1. Весомы достижения Брунея в Арафурских играх. Австралия. В 1991 году. Два зла золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей, в 1993 году. Соответственно, 5 апреля 27 года, в 1995, 7 ноября 16 года, в 1997, 3 апреля 11 года, в 2001, 6 февраля 13 года. Хорошо развита спортивная инфраструктура. Национальный стадион Им. Хасанала Балкиаха, плавательный бассейн Ангрег Дёса, плавательный бассейн и корты для бадминтона в молодежном центре. Пасад Беллия. Имеются также Королевский Брунейский яхт-клуб. Роял Брунай Йот Клаб. Клуб Панага. Панага Клаб. Спортивный комплекс Менглайт. Комплекс Сакан Менглайт. В Гадонге и спортивный центр Мабохай. Мабохай Спортс Центр. С бассейнами, площадками для игры в сквош, теннис, бадминтон, залами для аэробики и атлетизма. Три гольф-клуба. Королевский гольф-клуб Брунея. Роял Брунай Гольф Клаб. Пантай Менити. Пантай Менити Гольф Клаб. Панага. Панага Гольф Клаб. Национальный теннисный центр. Нейшнл Теннис Центр. Теннисный клуб Брунея. Брунай Теннис Клаб. Праздники. Фиксированную дату имеют три официальных праздника. День провозглашения независимости. 23 февраля. День вооруженных сил. 31 мая. День рождения султана. 15 июля. Остальные праздники, религиозные, и их даты определяются по мусульманской хиджи. К ним относятся. Исрауа Меградж. Рамадан. Италь Фитр, праздник разговения после окончания поста. 1 шаваль. Италь Атха, в память жертвоприношения Ибрахима. 10 дзуль хиджа. Хиджра, мусульманский Новый год. 1 мухарам. Маулетан Наби, день рождения пророка Мухаммада. 12 раби Авваль. К официальным праздникам относятся также китайский Новый год. Январь-февраль. Кроме того, отмечаются праздники. рабочие дни. День учителя, 23 сентября. День государственного служащего, 29 сентября. В честь принятия Конституции. Всем пока. Пишите комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.